В дневнике собаки Дэнди Ньюис была публикация каких-то картин знаменитого художника, фамилию я, слава богу, не помню. И по этому поводу я написал эссе. Гиперреализм и фотореализм или искусство выжимать, нажимать на кнопку фотоаппарата. Перенести это изображение на стену или на холст и называть монументальным искусством или живописным. Так же нелепо, как нелепо зубную щетку внести в ранг друзей и приятелей и держать ее там же, где визитки с телефоном. Да, к живописи это не имеет ни малейшего отношения. Это все-таки искусство видеть и искусство нажимать на кнопку фотоаппарата. То есть это искусство фотографии, которое можно обрабатывать в фотошопе или кисточкой на холсте, но все равно она останется фотографией. Это важно понимать, чтобы не обольщаться. Чем же отличается живопись? Да, это тоже искусство видеть, но и комментировать. Комментарии живописца, но, конечно, не таких, как Энгрова, Айвазовский, Репин, Суриков, а таких, как Рембранд, Леонардо, Ван Гог, Матисс, Врубель. Они не просто говорят «Ах, как красиво» и «Интересно», как это делает, например, Шишкин наш молчаливый, немой, а рассказывают о возвышенных тайнах мира, которые утекают от внимания обыденных глаз, которые беспокоены обычными проблемами хлебонасущного. Эти возвышенные комментарии очаровывают нас, как на горные проповеди Христа или откровения Будды или Мухаммеда, так как касаются самого существенного и самого важного, сути самого мироздания, где, оказывается, царит красота и любовь. Понимание этого и делает нас счастливыми. Но действительно, каждый может быть Буддой, говорит Будда, или «Не будете простодушны и искренне, как дети, не войдете в Царствие Небесное», говорит Христос. «Если вы нанесли ущерб хотя бы одному любому человеку, то возмездие Аллаха неотвратимо», говорит Мухаммед. «Если вы раздавите жизнь маленькой травинки, вы нанесете себе ущерб, который ляжет на дно вашей души, говорит Будда» и так далее. Все это проповеди, в словах, цель которых одна – счастье человека. То же и в красках великих гениев на их холстах, но тщетно это найти в кнопке фотоаппарата. Человек с кнопкой способен увидеть красоту и показать, но не в силах ее прокомментировать. Как бы ни была красива детская фотография с детенышем, это никогда не заменит обобщенной поэтической формулы. Истинно вам говорю, не обратитесь и не будете как дети, не войдете в царствие небесное.